Здравствуйте! Ещё раз всем привет! Пришла очень большая партия турмалина, ангелита и так далее. Сейчас буду вам всё показывать. Начинать буду с ангелита, потому что его, как всегда, мало. Вообще редкий камень. Ангелит от слова «ангел». Вот этот камешек, это сейчас относится к таким более безобидным, скажем, добреньким камням. Он усиливает связь с ангелом-хранителем. Как говорят, у кого-то ангел-хранитель один, у кого-то два и так далее. Даже такое бывает. Что можно сделать из ангелита? Из ангелита можно сделать замечательные бусы. Можно это просто посадить на карабин. Вот так, холодный. Можно сделать браслет, если хотите, даже на шесть оборотов. Я специально решила поэкспериментировать, потому что мне хочется всегда иметь что-то разное в программе. И поэтому ангелитики я заказала вот такими кнопочками. Но это хорошее качество ангелита. Мало того, что редкий, ещё и бывает разный. Нам нужен вот такой. Вчера, кстати, я очень радовалась тому, что когда я открыла картон, я уже в картоне видела разницу между аквамарином и ангелитом, потому что они как-то вот по-разному, ну как-то вот светятся они по-разному, да? Да? Разные камни. Я обрадовалась тому, что я уже сейчас потихонечку начинаю это отличать. Ну а как этому можно не радоваться? Это всё так быстро развивается. Я очень благодарна Суре за всю эту информацию, важную, нужную для нас информацию. Что, зачем, как применить. В зависимости от того, чего вам не хватает, либо чтобы вы хотели усилить в своей жизни, вам в этом помогают камни. Помогают. Здесь не дать, не взять. Я, когда первый заказ получила, я очень расстроилась, не было волос Венеры. Волос Венеры, женский камень, Венера, богиня любви. Но что можно об этом камне говорить? Тоже очень редкий. Встречается реже, чем стрела Амура. Это женский камень. Это вот камень, который вас делает привлекательной, счастливой. Счастливой, как в женском вот варианте, да? Как это сказать? В женском варианте сейчас скажут. Ну загнула. Что вам нужно, как девушке, чтобы быть счастливой? Вот то он вам и даст. Помимо этого, в глазах противоположного пола вы становитесь привлекательной. Кстати, проверила на себе, потому что, когда я здесь по ночам красила, убирала, прибирала, соседи проходят, комплименты мне такие отписывают. Я думаю, господи, они что, с ума сошли? Так как я сегодня выгляжу, разве это красиво? Они говорят, нет, красиво. Ну ладно, красиво, да красиво. Я что хочу сказать? Вот этот вот интересный камешек. Турмалинчик — это турмалинчик. Турмалин — это очень сильный, серьёзный камень. К нему мы дойдём. Там целый ящик Пандоры. Всё, что турмалина касается. Но вот волосы Венеры, вот этот камешек, он как-то ко мне пришёл, как-то на меня повис и со мной остался. И я, конечно, понимаю, что если я что-то ещё сюда добавлю, оно как-то не совсем будет сочетаться. Но почему-то снимать его не хочется. Не знаю, почему. Но что я ещё хочу? Я хочу себе также незаметный такой вот, незаметный… Я хочу себе колье, неброское колье. Пусть оно не будет большим, пусть оно будет маленьким и приятным. Это тоже волосы Венеры. В маленьком-маленьком таком варианте. Посмотрите, какой маленький. Просто малюпусенький. Можно сделать браслет, можно сделать подвеску, можно просто сделать… Кстати, у меня появился заказ из чёрного турмалина для очков-держатель. То есть это будет делаться вот так, и это пойдёт на очки. Вот даже такая вещь. Потому что женщина, которая это заказала, она практик. Представляете, как держатель на очки из чёрного турмалина. Но к этому я дойду позже, к турмалину. Волосы Венеры. Богиня, которая отвечает за любовь. На гормональную систему тоже очень хорошо влияет. Вот у кого там сбои с гормонами и так далее. Скажу по-немецки, другие поймут. Вексельяр тоже очень важная вещь. Вот такие бусы. Сколько их пришло? Два, четыре, шесть. Шесть. Шесть ниток. Либо заказываете как нитку. Сейчас просто, как говорят немцы, у меня цайт, друг. С минуты на минуту придёт Кристина. У меня в блокноте расписаны полностью ваши заказы. Кто хотел просто нитки, кто хотел, чтобы это сделали наши ювелиры. Всё это мы будем делать. Ещё убедительная просьба. Кто делает себе вот эти браслеты на четыре, на шесть? Пишите сразу, Галина. Браслет на четыре оборота. Либо браслет на шесть оборотов. Лидия. Так как мы ваш браслет больше всего всем показывали, презентировали, рекламировали, я решила его назвать набор Лидия. Браслет Лидия. Девчонки, я сейчас просто не буду, он у меня там спрятан. Его показывает. Но вот этот вот браслет, который я вчера привозила в Зальцгиттер, показывала Ине, Инна хочет тоже такой браслет. Давайте мы его будем называть браслет Лидия. Вот этот браслет Лидия, Лидия в честь вас назван, вот сразу пишите с бусинами, либо только турмалин. Он всё равно будет в начале, он будет начинаться с серебряной бусины и заканчивать. Это как крепление. Сразу пишите по центру вам ставить бусинки из металла, ставить вам бусинки серебряные. И если ставить, сразу пишите какие, чтобы это сокращает вот эти вот километровые переписки из серии «Хочу браслет». Какой браслет? У нас есть браслеты уже даже готовые по 35 евро, замечательные, яркие. Ой-ой-ой, не хотела отвлекаться на турмалин. Но придётся это сделать, а волосы Венеры всё равно оставлю при себе. Вот так. Девочки, готовимся к лету, украшаем купальники волосами Венеры. Вместо обычных бретелек ставим вот такие вот штуки, и пусть весь пляж сходит с ума. Я сказала, как у меня девчонки заказывали ведьмы, говорят, я поеду в отпуск с такой ведьмой. Я говорю, ну если вы с собой на пляж возьмёте ведьму, то курортный роман вам явно не светит. Вот те браслеты. Анжелика, Греция. Я вам написала, что я хотела вам вот такой. Я уже всё это положила. Все, кто до этого чётко прописывал свои заказы, всё уже там сделано. Есть вот такие готовые браслеты. Это восьмёрочка. Стоит 35 евро. Вы разницу видите? Гранёный от негранёного. Этот блестит, и он немножко больше. Видно, да? Хотя я всегда говорю, моя рука – это не пример для того, чтобы показывать браслеты, потому что у меня проблема другая. У меня рука слишком маленькая в объёме вот здесь. То есть, ну, это нестандартный размер. На обычную нормальную человеческую руку это немножко побольше должно быть. Тем не менее, вот такой турмалин. Посмотрите, как он сверкает, как он сияет. Это просто прелесть. Из этого же турмалина мы можем для вас сделать на 6 оборотов, на 4 оборота. Либо, если вы скажете, я хочу 3-4 вот таких браслета, пожалуйста. Это уже готовые браслеты на резинке. Мы с ними ничего не делаем, кроме как мы их получаем и вам дальше отсылаем. Поэтому, кто хочет, делайте скриншоты, пишите. Хочу браслет вот этот. Помимо этого вот браслета, я ещё заказала. Но к турмалину мы подойдём отдельно, потому что турмалин – это турмалин. Это очень мощный камень, оберег, который вас защищает от дурного глаза, от негатива, от магических атак, на кого там работы делаются и так далее. Да, в принципе, если вы скажете, Галина, я подписалась на твой канал, я никакого отношения к магии не имею, но вы же выходите в люди. Правильно? Нас-то смотрят люди умные, а умные люди, они уже вызывают у других зависть. В первую очередь они любовь. Если вы самостоятельные, если вы в жизни привыкли добиваться всего, чего вы хотите, значит, вы уже имеете немножечко больше, чем ваши соседи. А, следовательно, шансы на то, чтобы вас ваши соседи любили, они уменьшаются. Вот, к сожалению, так устроен мир. Жалость вызвать можно быстрее, чем, как же это правильно сказать, жалеют люди чаще и сожалеют, и говорят, да, вот жалко. Чем восхищаются? Как правило, если вы впереди планеты всей, то не рассчитывайте на любовь окружающих. Этого не будет, это все сказки. Турмалин очень важен, когда вы выходите на люди, когда вы, например, куда-то едете. Вы знаете, вы пришли на работу, там, скопление людей, либо на какую-то встречу. Он вас защищает. Вот это четкая, скажем так, позиция, вот что касается турмалина. А вот волосы Венеры, это уже ваше женское счастье. Это немножко по-другому. Вот казалось бы, да, так даже незаметно на теле, а свойства какие. Иду дальше, чтобы все успеть. Иду дальше, продолжаю дальше. Так, где мой ангел-ангелит? Ангел-ангелит. О чем уже говорит это название? Связь с высшей силой, связь с ангелом-хранителем. Это ангелит. Как я уже говорила, повторюсь, я заказала шесть ниток ангелита. Такого более приплюснутого, такой кнопочной, что ли. Сейчас одну минуточку соберу в руки, чтобы, не дай бог, не уронить. Потому что, если я всегда говорю, турмалинчик ополаскивайте в водичке, обновляйте его, обнуляйте его. Даже когда в соли любой камень полежит, он становится более ярким. Он опять вам служит, он опять вам сияет, сверкает. Ангелит нельзя держать в воде. Это кальковый камень. Я не знаю, правильно ли я это сейчас говорю по-русски. Но, в принципе, вы меня поняли. И он, это немножко, это камень, который 2-3 раза в неделю надевают. При себе его можно иметь. Не нужно в нём ложиться спать. Это, опять-таки, не шутите с натуральными камнями. Потому что они для чего-то предназначены. Если вы просто что-то купили, на себя надели, в основном это просто вещь. Вам нужно его хотя бы полоснуть в воде. Лучше, говорят, чтобы это полежало в соли, обнулилось. Соль забирает всю эту информацию, которая вам не нужна из него. А затем заряжайте на солнышке. Камни любят солнышко, камни любят луну. Ну, смотрите, какая фаза луны. Вот есть такой. Параллельно загрузилось видео. Я уже пользуюсь двумя камерами, чтобы всё успеть. На одной камере загружается и обрабатывается. На одном аппарате, хотела сказать, Герет. На втором делаю параллельно для вас. Ну, а как по-другому? Так, ангелит. Связь с ангелом-хранителем. Кстати, очень интересная вещь. Если кто-то... Одну минуточку. Не буду уже отключаться. Бабулечка. Перезвоню. Некогда. Бабуля, я видео делаю. Это может быть слышно. Боже, как жалко, что не поставила на громкую связь. Бабушке, я говорю, бабушка, некогда. Она говорит, идите к вашу мать. Я говорю, я видео делаю. Она говорит, я думала, занимаешься. Не, бабушка, на работе. Рабочее время всё-таки. Да не скажет никто сумасшедший. У меня классная современная бабушка. Хоть ей уже и 177 лет. Через час наберу. Всё, пока. Целую. Подивлюсь. Это хорошо, подивлюсь. Ютуб забанит. Говорю, бабушка, делаю видео. Она говорит, да, я думала, сексом занимаюсь. Ну, такое вообще. Бабушка, надо смотреть чаще YouTube-канал. У нас тут любовь только на работе. Скажет Галина. Вот это сделала. Обзор Ангелита. Обзор камня, волосы Венеры. Либо, как немцы говорят, Рутиль Кварц. Обзор Шерла. Вот такая у меня бабушка. Молодец. Просто молодец. У меня даже был такой план Икс. Бабулю забрать с собой в Киев, либо в Днепр. Из той деревни, где она живёт. Не знаю, там, наверное, ещё каменный век. В общем. Так, не обижайтесь на меня, земляки. Но понятное дело, что эта местность, это нельзя сравнить с городами-миллионниками. Правильно? И в плане медицины, и других всех вообще возможностей. С бабулей пойти по салонам. Не, ни в какую не хочет. Говорит, я и так красивая. Так, смотрите, Ангелит показала. Если ребёночек у кого-то родился, можно сделать на Кристины, либо просто к рождению. Тоже камешек Ангелит. Да не нужна, мне кажется, даже вся цепочка. Они у нас в разных есть вариантах. Можно даже один шарик в какой-то подвеске сделать. Это уже тоже красиво. И опять-таки, ещё раз напомню, не держите его в воде. Он не любит воду. Не любит. Он кальковый. Так, идём дальше. Бабуля расширила. Жалко. Жалко, я не поставила на громкую связь. Потом скажут. Так бы я была ни при чём. А так я это рассказываю. Так. Так, 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 так. Алёна. Алёна, Крым. Вот бусина. Я эти бусы поэтому заказала, потому что я хотела вот такую бусину. Мне кажется, это та бусина, которая отлично, просто супер подойдёт вот в это сердце, которое у тебя висит на предыдущем колье. В общем, Алёна в курсе, все остальные поняли. Есть такие подвески, в которых можно камешки менять, как сумочка такая серебряная. Висит на вас в виде сердечка, либо в виде шарика. Норвегия. Танюша. У вас тоже есть такая вещь. Можете тоже наполнять то турмалином, то ангелитом. Кто хочет бусы из всей нитки, пожалуйста. Кто хочет между этими бусинами поставить шарики, тоже сделаю с радостью. Так, это Шерл, Шерл и потом. Так, а что у нас ещё? Я, наверное, вот здесь положу. А это у нас... О, девочки, у нас появился цитрин. Деньги, камень денег. Если кому-то не везёт с работой, если у кого-то, скажем так, вот, ну вы всё делаете, вы стараетесь, вы пытаетесь, вы хотите... Минуточку. Цитрин. Вы ищете интенсивно работу, либо вы начали работать, но вы видите, что вы только работаете, но не получается у вас с помощью вашей любимой работы, либо нелюбимой работы, в принципе, финансовые вопросы покрыть, скажем так. Буду говорить проще. Камень цитрин. Цитрин, камень денег. Кстати, подходит очень девам. Но я не всегда ориентируюсь на гороскопы. Я верю, читаю всегда этим вот как бы в этом всём. Но я не совсем ориентируюсь, что касается камней, на знаки зодиака. Но я знаю, что деве подходит 100%. Можно и логическую линейку здесь провести, потому что девы — это в основном люди, которые зациклены на своей работе, люди, которые в любой работе отдаются на полную. Ну вот я часто говорю, чего бы это ни касалось, работы, либо какими-то другими занятиями. Я говорю всегда такую фразу, я не умею быть наполовину беременной. То есть я чем-то занимаюсь, я этим занимаюсь полностью. а не чуть-чуть и по чуть-чуть. Нет. Так вот, цитрин. То есть я говорю, неудивительно, что это камень дев, потому что девы, они, скорее всего, большую часть жизни проводят на работе. Сейчас вспоминаю, как у меня подписчица моя говорит, «Ты когда сказала описание девы, что деве ей надо на хлеб правду намазать». Сразу вспомнила о своем сыне, так оно и есть. Цитрин отвечает за деньги. Посмотрите, какой интересный цитрин. У меня были такие куски, осколки цитрина, а это цитринчик вот такой шлифованный. А что еще важно, в нем уже есть дырочка. Отлично. Кстати, нитку вот такую я тоже заказала. Кому надо, хотя можно взять любую хэбэшную. Либо в строительном магазине есть такие жгуты. Они тоже подходят, кстати, дешевле, чем с ювелирного отдела. Просто взять в строительном. Веревки есть такие черные, хлопковые. Я сейчас имею в виду не синтетические. Это цитрин. Что касается цен, я сейчас делаю видео, пока я нахожусь здесь, в магазине, пока я на работе. Я вам показываю качество, как выглядит. Вы определяетесь, хотите ли вы это иметь. А что касается цен, это я потом в спокойствии сяду, все распишу, подпишу, либо буду вам писать в комментариях. Так, вау, интересно. Кстати, заметила по себе, на себе, что камни, они могут, как ни странно, менять цвет. Вот когда этот цитрин на мне был, он был немножко светлее. Теперь он более такой насыщенный, какой-то интенсивный. Даже если мне холодно, если, например, сейчас сюда войдут люди, то откроется дверь и будет холодно, потому что помещение маленькое, 140 квадратов, камешек остается почему-то теплый. Посмотрите, это волосы Венеры. Так, что немцы написали? Немцы написали Рутиль Кварц. Видно, да? Посмотрите. Красивый. Такой более плоский, удлиненный. Я же просто знаю своих девочек. Я знаю, что мои девочки хотят. Девочки, это камень богини любви. Волосы Венеры. Почему так мало? Почему только четыре? Нас уже две тысячи. Камешкам отправили только четыре. 35 евро стоит один камень. Вот как я вам сейчас показала. Волосы Венеры. Так. Сделаю на секундочку паузу. Переходим к турмалину. Показываю, какой турмалин есть. Сейчас, когда придет Кристина, я беру свой список по списку, кто какие браслеты хотел, кто какие браслеты желал. Отдаю часть турмалина Кристине уже на работу. Мы встречаемся с Кристиной в понедельник. Она приносит готовые ваши заказы. Все вот эти вот пружины, шесть либо четыре, бусы и так далее. Это все я отдаю Кристине. То, что остается, у меня это уже посчитано. Но мне нужно сейчас это отложить. Я показываю вам. Хотите, заказывайте у нас. Не хотите, покупайте нитку. Делайте на месте, где вы живете. Как вы хотите. Мы на этом никогда не настаиваем. Я сейчас немножко разберусь с турмалином и обратно вернусь в обзор.